Управитель 9 в 12. Здесь все знания поглощаются вами очень быстро. Вы быстро понимаете даже сложные формулировки, и вы понимаете, как делать разные практики. У вас бесконечная возможность познания, и я думаю, вам встречаются очень сильные учителя, и вы сами можете быть сильным учителем. Здесь важный момент того, что именно 9 дом практик переходит в 12 дом тонкой энергии, где вы уже на уровне интуиции понимаете, как вам двигаться. Главное, чтобы вы не застревали на практиках, чтобы вы не уходили в эзотерику. То есть она должна давать вам практический опыт. Потому что эти два дома настроены именно на изучение, на разные новые ощущения, и, так скажем, некоторые, я бы сказал, эксперименты над своим сознанием. Поэтому это очень хорошо, но у вас должна быть цель каждого эксперимента. Для чего я это делаю? Если вы хотите видеть будущее, вы можете его видеть с этим соединением. Но надо понять, для чего. Это просто будущее, или это будущее ваших отношений, или это будущее ваших финансов. Может быть, вы поймете, куда вкладывать деньги. Вот это будет продуктивно. Если же цели нет, и это просто поиск, то вы можете так по кругу ходить между двумя этими домами. Они будут давать вам разные опыты. И вы попадете в еще одно колесо сансары, которое будет очень приятным, классным. И вам будет казаться, что вы развиваетесь. Но на самом деле это не так. Поэтому будьте бдительны. Это крутое соединение. Но нужно иметь цель и мотивацию того, что вы там хотите получить. И для чего вы это делаете. Спасибо.